Здравствуйте! Как всегда, вот время по вторникам в эфире телерадио компания Щелкова, программа «Диалог». С вами я, ее ведущий Сергей Индадыка. Напоминаю, что программа наша идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 496, это код города, 567-1440 и 567-1450 и задавать свои вопросы моему сегодняшнему гостю. А в гостях у меня сегодня начальник управления потребительского рынка, сферы услуг и вопросов рекламы администрации Щелковского муниципального района Тарас Эйсмонд. Добрый вечер! Добрый вечер, Сергей! Ну вот, прежде чем наши зрители, пока наши зрители готовятся задавать вопросы свои, давайте немножко сориентируем их, да, чем занимается ваше управление, потому что достаточно такая обширная формулировка и рынок, и услуги, и реклама. Вот, если можем, чуть более подробно. Ну да, добрый вечер. Еще раз, мое управление, исходя из номинования, занимается вопросами потребительского рынка, сферы услуг и вопросов рекламы. Состав управления входит три отдела. Первый отдел – это отдел потребительского рынка, функциональная обязанность которого входит контроль за соблюдением законодательства в сфере торговли. Это и размещение стационарных торговых объектов, и контроль работы стационарных сетевых магазинов, в общем, все вопросы, которые связаны с торговлей, рынком, со сферой услуг. Это и парикмахерские, и ремонт обуви, и так далее, и так далее. Второй отдел – это отдел обеспечения контроля за рекламой. В его обязанности входит контроль как за размещением наружной рекламы, это наши билборды, которые размещены в городе, магистральные щиты. И вместе с тем мы совместно с территориальным отделом глав архитектуры проводим работы по приведению в надлежащий вид внешнего облика города. О чем я говорю? Я говорю о вывесках тех, которые замещают предприниматели, желая сообщить нашим жителям о тех или иных услугах, которые они оказывают. Большая работа проводится именно по этому направлению, поэтому основной, как говорится, приток вопросов именно в отдел контроля за рекламой. И, соответственно, есть у меня отдел, который обеспечивает работу и нормальное функционирование наших кладбищ, и с этим тоже мы в ежедневном режиме работаем. Это все вопросы по погребению умерших, которые связаны с такими скорбными делами. Давайте начнем с первого отдела, с потребительского рынка. Контроль за работой торговых точек в большинстве своем. Понятно, что у нас постоянно открываются новые магазины, сейчас даже не будем называть, особенно в новых микрорайонах. Насколько соответствуют они тем требованиям, которые предъявляются к ним? Ну, если начать разговор о больших сетевых магазинах, соответственно, то вопросы их размещения, они заложены изначально в нормах положенности. То есть есть у нас ряд микрорайонов в городе, в которых по той или иной причине нет этих сетевых магазинов. И мы проводим работу и с Министерством потребительского рынка о том, чтобы привлечь эти сетевые магазины. Потому что некоторым людям неудобно, допустим, ездить из микрорайона Жигалова в город, в Глобус, в другие магазины Вашана за покупками. Поэтому там, в этом микрорайоне сконцентрированы магазины шаговой доступности, а люди, конечно, хотят получить тот ассортимент продуктов, которым они хотели. По работе с сетевыми магазинами это сейчас большой вопрос. Мы уделяем именно безопасности, пожарной безопасности по всем известным причинам. Совместно с отделом надзорной деятельности Челковского района мы проводим тренировки, учения, обследования. И это один из блоков работы с сетевыми магазинами. Соответственно, мы ежедневно контролируем ценовую политику каждого магазина. Ну и что, наверное, волнует наших жителей, это как с ними общаются, как ту или иную услугу предоставляют. То есть мы часто сталкиваемся с тем, что и люди обращаются и по продаже там некачественного товара, о ненадлежащем общении, что люди неправильно общаются, продавцы. Это мы на эти вопросы тоже, конечно, реагируем и стараемся всем заявителям отвечать. Большой блок по работе с магазинами, это также содержание прилегающей территории. Это один из основных тоже вопросов. То есть в соответствии с законом Московской области о благоустройстве, определенные территории для каждого магазина, которые они должны содержать в надлежащем виде. Это и уборка, и газоны, и цветники, и урны, и надлежащий вид фасадов, их окраска, вместе с тем и вывески. То есть у меня, в принципе, все мои три отдела, ну два-то точно, они между собой, естественно, взаимодействуют. То есть надлежащая вывеска, надлежащий внешний вид и надлежащая работа самого магазина. Это именно по отделу торговли. Нестационарная торговля, сюда можно отнести, нестационарные торговые объекты, это павильончики, киоски, которые размещены в соответствии с утвержденной схемой на территории Щелковского района и непосредственно городского поселения Щелково. А также развиваем мы сети так называемой сезонной торговли, это по просьбам жителей в местах интересующих. Их размещаются фруктовые, ягодные базары, овощи и потом ближе к осени бахчевые культуры тоже привлекать предпринимателей, чтобы они могли реализовывать свою продукцию. Ну вот если задаться вопросом о размещении вот этих временных, ну ярмарок будем так называть, вот место размещения, оно связано как-то с пожеланиями жителей или все-таки есть какие-то другие критерии? Естественно мы при рассмотрении любой точки будем учитывать мнение жителей и с этим мы сталкивались, потому что вот недавно у нас, ну в прошлом году еще была ярмарка, которая располагалась на площади Ленина. Это исторически было сложившее место, место было утверждено постановлением, включено в схему, но вместе с тем принимая многочисленные обращения жителей из соседних домов и понимая о том, что ну все-таки не то это место для проведения такого рода торговли, было принято решение администрации и во взаимодействии с Министерством потребительского рынка данная площадка была исключена. То есть в принципе да, конечно мнение жителей будет учитываться и оно учитывается при размещении какого-либо рода объекта, но вместе с тем должен сказать, что схема у нас разработана в соответствии с теми нормативами по удалению от зданий строения сооружений и она согласована с Министерством потребительского рынка. То есть это не наше самовольное решение, все схемы они выносятся на заседание Межведомственной комиссии и мы их там рассматриваем, после рассмотрения уже постановлением закрепляем эти все объекты на территории городского поселения Щелково. Ну вот конкретный пример, да, ярмарка, которая находится сейчас на Старом мосту, это переехавшая с площади Ленина или какая-то другая? Это да, именно была локация ближе к площади Ленина, это та ярмарка, то место, которое переехало к площади Ленина. Мы понимаем, да, что есть определенные там вопросы, но в ежедневном режиме сотрудники моего управления выезжают, помогают операторам этих ярмарок расставлять правильно торговые места, чтобы по большей мере, конечно, удобно было нашим жителям перемещаться по этому мосту и приходить туда за покупками. Потому что, как практика показывает, я сам выхожу на эти мероприятия, на эти ярмарки, мы проводим контроль, осмотры. И в принципе, ну, жители пользуются спросом данного рода продукции, как и промышленного производства, так и товарные какие-то группы, там, продукты питания и фрукты, овощи, вот так. Ну, а вопрос о ценообразовании входит в Ваше видение? Вопрос о ценообразовании по большей мере, он, конечно, отпущен сейчас от нас, мы никаким образом не можем влиять на предпринимателя, но дело в том, что люди, которые приходят на эти ярмарки к операторам, то есть, которые осуществляют торговлю, да, они, как правило, приезжают из регионов, и, ну, это как не перекупщики, это, как правило, первые лица. Производители. Ну, не от производителей, я побоюсь сказать, что это 100% от производителя, но, как правило, это первые руки от каких-то крупных оптовых складов и так далее. Вот недавно проходила ярмарка, буквально неделю назад я приезжал, смотрел на товары, и была клубника из Краснодарского края. То есть, приехали предприниматели, да, у них ЭП зарегистрирован в Краснодарском крае, они продавали клубнику из Краснодарского края. Уже урожай этого года? Урожай этого года, да. То есть, уже урожай пошел, и именно те предприниматели, они приезжают. Соответственно, стараемся мы дать намек нашим организаторам, чтобы они привлекали, конечно, региональных местных операторов. Но есть та группа товаров, которые, башкирский мед, например, он, это бренд, это люди привозят даже мед с Башкирии, там, определенные регионы поставляют определенного рода товары. Ну, стараемся слышать всех, конечно, и помогать и малому бизнесу, это одна из форм сотрудничества, да, содействие малому бизнесу, чтобы малый бизнес развивался, привозил свои товары. Люди, как говорится, смогли реализовать, и наши жители смогли что-то приобрести. Главная цель данных мероприятий, данных сезонных ярмарок. А вот насколько легко, скажем, допустим, нашим жителям войти в эту уже устоявшуюся нишу, да, вот как вы сказали, есть устойчивый бренд, башкирский мед, не только у нас в районе, ну, это, наверное, во всех плитетах, и в Москве тоже хватает таких точек. Вот насколько, допустим, просто жителям нашего района, у которого, ну, я так условно говорю, да, есть своя пасека, например, да, войти со своим медом на рынок, или все-таки он будет как-то, вот, проблемы возникнут? Я не думаю, что именно в виде ярмарочной торговли есть какие-то проблемы. То есть все операторы у нас, они имеют определенную категорию, категорию они получают в Министерстве потребительского рынка, и у них уже, в принципе, у каждого есть набор наших местных предпринимателей, которые занимают именно эту нишу. То есть у них нет цели именно какую-то марку продвигать. То есть, в принципе, Министерство потребительского рынка работает над тем, чтобы именно местные, локальные товары продвигать на рынок. Ну, а как обстоят дела с несанкционированием торговли? Насколько часто встречаются такие случаи, как они пресекаются, и вот, как определить, допустим, ну, простому покупателю, обывателю, так скажем, да, товар лицензирован, так скажем, разрешен к продаже или нет? Ну, во-первых, каждый покупатель, каждый житель должен понимать визуально, где он приобретает товар. То есть у меня в последнее время частые случаи, да, в больших наших микрорайонах, это как Богородский, финский, да, приезжают на выходные автомобили и начинают торговать мясом с автомобиля. То есть это не соответствующего холодильного оборудования, это вопрос большой по санитарным нормам, откуда это мясо, никаких документов нет. Но понимая о том, что эти предприниматели, горе предприниматели, они демпингуют цену, то люди выходят и покупают. Соответственно, если бы не было спроса, не было бы такого предложения. Наша реакция, да, мы выявляем, тут депутатский корпус помогает, постоянно на связи, вот, практически круглосуточно на телефон сообщают данные, факты, мы, естественно, мы не можем никаких мер принять, кроме того, как вызвать полицию по 112. Приезжают полиции, составляют протоколы, изымается товар, проверяется качество. То есть именно эта работа уже, ну, полномочий, участковых полномочных полиции, специального отдела по работе в сфере потребительского рынка, который есть в нашем управлении полицией. Они с этими вопросами работают. Поэтому каждый покупатель должен визуально понимать, что он покупает, где он покупает, и для чего это надо. То есть тут вопрос собственной безопасности, по большей степени, должен играть. Но такие случаи, да, конечно, есть. И они бывают сезонные. Мы прекрасно понимаем, что помимо мяса, может быть, это и яйцо, и какие-то другие скоропочные продукты, и молочка часто приезжает. Понимаете, надо смотреть. Вот я как раз хотел спросить молочек, потому что два раза сталкивался, ну, так скажем, зрительно, да, например, вот на Старый Воронок приезжает достаточно регулярно машина с прицепом, прицеп такой бочоночек, молоко. Это вот нормальное санкционирование торговли. У нас нет понятия, вот именно выездная торговля, у нас не стационарные торговые объекты, и вот надо смотреть от производителя, что это за производитель. Должны быть документы. Документы, если объект размещен на территории городского поселения Щелкова, он должен быть включен в схему. Если есть документы какие-то от администрации, то да, он, конечно, санкционирован. Любые остальные документы. Ну, мы понимаем, что мы сейчас в такой сложной ситуации находимся, но это не дает право, конечно, предпринимателям таким нарушать законодательство. То есть здесь мы говорим не о том, что идет какое-то нарушение, мы говорим о том, что эти нарушения могут повлечь, ну, вред здоровью нанести нашим потребителям. И часто, и очень часто, даже и сетевые магазины бывают грешат этим, что продать некачественный товар заведомо нам присылают фотографии, нам присылают обширные письма. В тех или иных нарушениях мы вынуждены эти письма направлять в территориальный отдел надзора, чтобы они провели контрольные мероприятия в отношении данных предпринимателей. Ну, а вот насколько просто получить, скажем, разрешение на торговлю либо своего собственного товара, ну, скажем, продуктов питания, да, той же молочки, или свои какие-то продукции кустарного промысла, так скажем. Ну, разрешение на торговлю, как говорится, мы не выдаем, мы выдаем разрешение на размещение объектно-санкционарной торговли, в котором прописано место размещения и тот вид продукции, который будет реализовываться. Но наиболее, как говорится, наиболее путь, который имеет наименьший затрат, это обращаться на санкционированные места торговли. Таким является у нас Щелковский рынок, где можно прийти, где есть ветеринарная служба специальная, специальная лаборатория, которая проверит вашу продукцию. Вы встанете на санкционированное место, это место, естественно, куда люди приходят, куда покупатели приходят. Это будет правильно, это будет легитимно и законно. Все остальное, как говорится, ну, часто бывает там, люди хотят торговать, а вот рядом с домом, буквально там, как говорится, табуреточки, они поставят свой товар. Ну, это опасно. По меньшей мере, ну, не красит наш город, и мы, в принципе, работаем над тем, чтобы именно искоренить вот эту торговлю. Эту торговлю с лотков, с машин, с коробок, это не есть хорошо, потому что, помимо того, о чем я вот говорил ранее, это нарушение законодательства, нарушение правил торговли, после окончания торговли, как правило, остается мусор, грязь, разбитые газоны, то есть именно с этим мы сталкиваемся. Потом нам же и приходится это все восстанавливать. Поэтому такая комплексная задача, и нельзя говорить, что, конечно, я не могу людей там направлять именно конкретно в рынок или еще куда-то, но есть ярмарки, есть рынки, есть специально определенные места для торговли, именно для малого бизнеса, для предпринимателей. Я думаю, это наиболее лучший вариант. Тарас Петрович, какое влияние оказывает на работу вашего управления, ну, скажем, всех отделов, пожелания жителей района? Как вообще осуществляется обратная связь с ними? Ну, обратная связь, она не только у нашего управления, она у любого муниципального служащего. Это и соцсети, это и портал Доброделы, это обращение на горячую линию. Ежедневно мы получаем обращения письменные в администрацию, это и телефонные звонки. Естественно, обратная связь у нас есть, потому что та или иная консультация, она получается по телефону, при личном контакте. Приходят люди, задают вопросы, как правильно оформить тот или иной документ, как правильно разместить вывеску на своем предприятии. Потому что любое сейчас нарушение того или той или иной нормы права, оно несет за собой какой-то уровень ответственности административной. Это, как правило, штрафные санкции какие-то. Поэтому люди, которые хотят легально развивать свой бизнес, они все эти вопросы сразу пытаются снять. Поэтому обращаются, обращаются, конечно, и личный прием, и Добродел. Не скажу, что много, большие объемы у нас, но обращений по 10 в день мы рассматриваем именно по обращению жителей. Ну а какие наиболее часто встречаются? Ну, наиболее часто обращения у нас просят проверить законность размещения того или иного объекта или нарушения какого-то при продаже какого-то качества, вплоть до того, что были даже обращения жителей, которые приобрели мебель, она ненадлежащего качества. И люди просто не знают, куда обратиться, пишут нам, и мы уже направляем там Роспотребнадзор в иные организации, которые могут оказать содействие в данном вопросе. Ну, в основной массе так. Ну и, конечно, в большинстве случаев, помимо торговли, это, конечно, размещение рекламы, размещение информационных вывесок на своих предприятиях, потому что это, как говорится, первоотправная точка начала бизнеса – это заявить о себе как-то. То есть, ну, помогаем, есть у нас на территории района 402 рекламных конструкции, которые установлены в соответствии схемы, у них есть свои операторы. Помогаем по мере возможности людям заявить о себе. Ну, это, конечно, не только наружная реклама, это СМИ, это интернет, это соцсети, это основной двигатель прогресса сейчас интернета. Вернемся к пожеланиям жителей. Предлагаю посмотреть сейчас видеосюжет о том, как нашелся, наконец-таки, инвестор по реконструкции бани во Фрянове. Я помню, что эта тема поднималась на встрече главы района Алексея Васильевича Валова, на встрече с жителями Фрянового городского поселения буквально несколько месяцев назад. Ну и вот сейчас, вроде кажется, дело сдвинулось с мертвой точки. Давайте посмотрим. В баню на Руси начали ходить еще в 5-6 веке, и до сих пор эта традиция продолжает существовать. Но для тех, кто не может позволить себе построить собственную баню, сегодня продолжают работать бани общественные. Такие есть и в городском поселении Фрянова. Правда, состояние у них плачевное. С предложением восстановить важный для местных жителей объект на инвестиционном часе выступил инвестор. Наше предложение какое? Мы бы взяли даже с какого-то дня на себя полностью обслуживание этого комбината с частичной реставрацией. Это внутренняя полностью отделка. Это коммуникации внутренние. На данный момент объект прибыли фактически не приносит из-за дорогостоящего дровяного отопления. Однако комплекс пользуется большим спросом среди определенных слоев местного населения. Администрация окажет инвестору необходимую поддержку при условии социального обременения. Понимаем, что объекты невостребованные, достаточно высокую социальную ответственность имеют эти объекты. Но для инвесторов они неинтересны, потому что малорентабельны. И поэтому мы здесь увидели заинтересованных социальных инвесторов, для которых может это являться смыслом жизни. Они берут на себя социальную нагрузку не только по подключению, по газоснабжению и реконструкции, но и берут на себя социальную нагрузку по обслуживанию малобеспеченных слоев населения. Но мы не будем с вами зацикливаться на данном конкретном объекте. Это один из многих. Вообще тенденция такая существует, о чем говорилось в репортаже, что приходят инвесторы, люди готовые вкладывать деньги в то, что не принесет сиюминутной прибыли. Встречаются часто такие? Это, конечно же, редкость, по моему наблюдению. Такие люди встречаются. У нас существует областная программа губернаторская, 100 бани Подмосковья. И у нас два объекта в городе Щелково, они включены в эту баню. Это банный комплекс на Первом Советском 25 и банный комплекс на улице Свердлово. И два этих комплекса, они включены в эту программу. В чем сложности, в принципе, никакой нет, в чем соль эта программа. То есть мы говорим о том, что предприниматель вложил определенные средства и создал определенное количество помывочных мест. У нас в районе есть норматив по этим помывочным местам на тысячу населения. И, соответственно, введение качественных банных комплексов, оно делает, не скажу, что привлекательнее наш район, но делает немножечко рейтинг, на ступенечку повыше нас подымает. И я знаю много людей, которые именно пользуются этими услугами, им это нравится, и ходят и семьями, и компаниями туда, и проводят время, досуг. Это своего рода такая вот клуб. Клуб, да, клуб по интересам. Каждый год 31 декабря. Да, хорошее такое мероприятие. И вместе с тем, вот есть таких два объекта. Это, да, это длинная история, это не быстрые деньги, это не купи-продай, это, да, это надо вложиться в определенные средства. Опять же, наработать свою клиентуру, наработать какие-то фишки свои, чтобы люди пошли, да. Ну вот, что касается по сюжету, это давнишняя, давняя история, комплекс этот банно-прачечный, начало века, 1903, по-моему, года постройки, очень... Прошлого века. Прошлого века, да. Очень старые здания, крепкие стены, но, к сожалению, время разрушило то, что было, и перекрытия там пришли. Ну, в общем, большое-большое вложение. Вот выезжали мы тоже, тут осмотрели, там в свое время даже стояла печь, паровозная печь. То есть, вы представляете, объем топки, это надо было машину дров, чтобы протопить эту баню. Вот поэтому и сложности были с инвестированием данного проекта, и люди, предприниматели не выходили, и очень отрадно, что усилиями администрации местной там было восстановлено маленькое помоечное отделение, и она продолжала функционировать. Но те потребности поселения, они не могли быть удовлетворены данными помоечными местами, поэтому отрадно, что пришел инвестор, отрадно, что у него имеется такое желание. Естественно, администрация будет помогать всеми возможностями, чтобы данный проект реализовать. И этот вопрос, бог даст, мы тоже включим данный объект в Стубань-Подмосковье, было бы здорово. Ну, а вообще в нашем районе наиболее востребованы какие виды бизнеса, ну, вот я имею в виду в сфере услуг, в сфере торговли? Ну, вот мы сейчас говорили конкретно, да, о банях, но есть, допустим, и парикмахерские, есть фитнес-центры, есть какие-то салоны красоты и так далее. Нельзя сказать, что наш город обделен теми или иными предприятиями сферы торговли, сферы услуг. Да, есть и торговые чисто предприятия, есть и спортзалы, есть фитнес-клубы, есть парикмахерские, есть все, да, но выделить мне сложно, наверное. Сейчас люди в основном ориентируются на прибыль, на получение прибыли, поэтому... Быструю прибыль. Быструю прибыль. Сложно ориентироваться, но таких именно многодлинных затратных проектов, ну, мало я встречал. Вот, опять же, вернусь к баням, да. Вот две бани, которые меня поразили, это люди там восстанавливали, строили сами большие вложения, и потихоньку-потихоньку они нарабатывают свою аккориентуру, и развиваются, и пытаются что-то придумать интересное. Не знаю, может быть, досуговых каких-то, но, наверное, вернемся потом к следующему вопросу, и это обсудим, да. Если я плавно перехожу уже. Потому что... Потому что нам пора уходить на перерыв. Спасибо, Тарас Петрович. Напоминаю нашим зрителям, что сегодня в гостях у программы «Диалог» начальника управления потребительского рынка, сферы услуг и вопросов рекламы. Тарас Эйсмонт. Мы вернемся к вам после небольшого перерыва. Не переключайтесь. Напоминаю, что в гостях у меня сегодня начальник управления потребительского рынка, сферы услуг и вопросов рекламы администрации Щелковского муниципального района Тарас Эйсмонт. Еще раз здравствуйте, Тарас Петрович. Напоминаю, телефоны прямого эфира 567-1440, 567-1450. Звоните и задавайте свои вопросы. Но мы продолжим наш разговор. Вот мы в первой половине программы затронули вопрос, какие основные виды предпринимательской деятельности характерны для нашего района. Посмотрели видеосюжет о том, что районная администрация будет оказывать некую помощь инвесторам, которые берут на себя, так скажем, недостаточно прибыльные проекты, объекты. Хотелось бы еще узнать, какая помощь оказывается, какая помощь оказывается, скажем так, начинающим предпринимателям. Есть у них какие-то преимущества перед, скажем, тоже опытными зубрами? У нас на территории района существует такая организация, как Торгово-промышленная палата Щелковская. И эта организация, в принципе, она оказывает полный спектр услуг по предоставлению как консультаций, так и юридического сопровождения именно стартапов тех проектов, которые юные предприниматели, не очень юные, начинающие, они пытаются реализовывать. Вместе с тем, стоит заметить о том, что в нашем городе уже открыто два каворкинг-центра, одни из них в здании Сбербанка. Это один из самых больших каворкинг-центров в Московской области. И несколько недель назад открылся еще один каворкинг-центр на Первом Советском 25. И очень отрадно, что директор этой организации, которая открыла каворкинг-центр, он прям как с детищем со своим буквально на руках вынашивал эту идею, и на него действительно приятно смотреть. Что это для предпринимателей каворкинг-центра? Это некое общее пространство, где предприниматель может прийти и арендовать рабочее место, либо мини-офис какой-то, цены совершенно демократичные по меркам нашего города. И получить, помимо того, что рабочее место, там очень много предпринимателей, это он может получить и какую-то консультацию, и какого-то, может быть, нового партнера, бизнес-партнера, и потребителя своих услуг. И он может стать тоже потребителем чьих-то других услуг. То есть это, как говорится, такой open space, где люди между собой будут искать контакт, и это бизнес-связи. То есть на одном замком пространстве можно вдруг случайно встретить человека, который тебе нужен. Да, именно партнеры. Это было бы интересно для начинающих. Это новое для Московской области этот формат именно офисов. Но я думаю, это интересно. Очень-очень много молодых людей. Причем мы были совершенно разной направленности. Есть там магазин какой-то винтажной одежды, здесь же рядом какой-то магазин по продаже кормов для животных. А почему бы и нет? Может быть, там у продавщицы магазина винтажной одежды есть животные, где она купит этот корм. Но я вот образно говорю, то есть это налажено каких-то... Или может быть какая-нибудь винтажная одежда для животных. Да, это налажено бизнес-связей каких-то. И это интересно. Это достаточно новый проект, который у нас реализуется. И я думаю, он будет востребован весьма. Ну, чтобы проиллюстрировать ваши слова. Предлагаю посмотреть еще один видеосюжет о том, как открывали второй каворкинг-центр в Первом Советском переулке, дом 25. Давайте посмотрим. Когда начинаешь свой бизнес, совершенно необходимо пространство для новых идей, встреч, работы. Каворкинг-центр «Среда Спейс» предлагает именно такую комфортную и доступную площадку для предпринимателей. Его торжественное открытие состоялось в бизнес-центре «Славия». Вот начало нашего каворкинга совместного. Здесь уже работают резиденты. В новом каворкинг-центре уже работают шесть организаций и предпринимателей. Всего «Среда Спейс» способен вместить порядка 50 резидентов. Для них здесь подготовлено 20 мини-офисов. Все они, офисы, приготовлены для работы. Находится там мебель, находятся стулья, есть принтер, есть все необходимое, Wi-Fi. Все включено в стоимость. Также в центре расположены две комнаты для переговоров, конференц-зал на 50 мест, комфортное пространство для отдыха. Есть и несколько оригинальных решений для работы. В новом каворкинг-центре «Спейс» постарались каждый квадратный метр использовать с умом. Так, например, здесь появились вот такие уютные стильные кабинеты для телефонных переговоров, где каждый предприниматель может уединиться в случае важного звонка. Это уже второй каворкинг-центр, открывающийся в Щелкове. Первым стал старт, расположенный в здании Сбербанка на Комсомольской. Сейчас он заполнен резидентами почти на 100%. Ну вот, цифра была произнесена в конце репортажа, что первый каворкинг-центр на Комсомольской здании Сбербанка уже практически заполнена. Действительно, такая востребованность? Да, востребованная история. Это действительно подтверждается репортажем. Это действительно так. То есть, я думаю, цены, которые предлагаются предпринимателям за аренду рабочего места, они совершенно не конкурентны с теми коммерческими организациями больших. Да и, в принципе, не каждый предприниматель в начале своей деятельности вытянет такую историю дорогостоящую. Я думаю, это будет востребовано именно для новых проектов, для молодых, для каких-то прорывных вещей. Ну, а все-таки это только на начинающих предпринимателей рассчитано? Или этими услугами могут и, собственно, пользоваться уже более опытными? Я не думаю, я уверен, что уже предприятия и предприниматели с историей. Я знаю, что на Первом Советском 25, один из арендаторов, это большая компания по производству, реализации кроватей, матрасов, уже арендовала там офисы. Им гораздо выгоднее там находиться. Вместе с тем, в этом же здании в подвальном помещении, там складские помещения готовятся, то это очень удобно. То есть наверху это офис, это общение, заключение договоров и здесь же рядом продукция. Я думаю, это интересно для предпринимателей. Ну вот в сфере вашей деятельности как вы взаимодействуете, скажем так, с другими управлениями и отделами районной администрации? Вот в том же сюжете, да, мы видели, что сопровождали открытие, да, отдел промышленности инвестиций. А вот как говорится, мы рука об руку идем с отделом промышленности инвестиций, не только с ними, это и отдел благоустройства, управление ЖКХ и служба озеленения, потому что при реализации своих полномочий мы требуем, от предпринимателей просим, как содержать территорию в надлежащем виде. то есть мы и с управлением благоустройства общаемся вместе. Тут нельзя говорить, что управление отдельно существует администрацией никаким образом. И глобальные общие задачи у нас стоят, которые мы реализуем, поэтому в том, только-только, да, в полном контакте с этими управлениями, организациями. Тарас Петрович, не могу не задать вопрос. Вы сами упомянули в начале программы, что один из отделов вашего управления занимается погребением, да, такой щекотливый проблема, трагичная, да, но тем не менее каждый из нас в жизни сталкивается с этим, наверное, не один раз. Вот какие проблемы существуют у нас с погребением? Ну, отдел по вопросам погребения, он обеспечивает, как говорится, обеспечивает выдачу документов для осуществления захоронений, установления надмогильных сооружений, и мы являемся уполномоченным органом в администрации на выдачу данного рода документов. То есть, в принципе, если у человека случилась беда, беда, горе, умер близкий человек, то он может прийти в наш отдел, где ему дадут все необходимые консультации, какие документы необходимо собрать для совершения погребения и непосредственно реализовать. Есть у нас специализированная ритуальная служба, муниципальные казино-учреждения, которые осуществляют захоронения, в том числе по гарантированному перечню. То есть, есть категория граждан определенная, которая на бесплатной основе государства за счет бюджета производит эти захоронения. Насколько реально получить место жителям Щелкова хотя бы в пределах нашего района сейчас? Федеральный закон о погребении гарантирует получение места не только жителю Щелкова. Понимаете, мы не говорим о том, что только житель Щелкова может обратиться у нас, люди приезжают из Москвы, из других регионов, но сейчас мы проводим и захоронения в родственные могилы и захоронения на новых местах. Да, открытых кладбищ для захоронения у нас не очень много, но мы, именно наш отдел по вопросам погребения, он рассматривает в том числе и вопросы уточнения границ, приискании новых мест для захоронения. То есть, эта работа ведется и она очень важна и нужна. потому что люди обращаются и по этим вопросам тоже достаточно часто. Ну, а как решается вопрос, скажем, благоустройства территории кладбищ? Ну, вот, как пример, Леониха буквально за последние три года она значительно преобразилась и снаружи, и забор появился, вывески, подъезды, и внутри тоже. В остальных местах как обстоят дела? Да, конечно, наш отдел в составе администрации занимается не то, что занимается содержанием, у нас заключен муниципальный контракт на содержание кладбища. Наш подрядчик содержит три городских кладбища. Кладбище Образцовское, Кладбище Грибинская гора и Кладбище Жигалова. Муниципальное казенное Централизованное ритуальное служба содержит кладбище по району, то есть та же самая Леониха. И определенное финансирование конечно заложено, и законодательство не стоит на месте, и порядок содержания кладбища тоже изменяется. Буквально недавно он изменился, и нам пришлось приложить много усилий, чтобы соответствовать региональному стандарту. То есть это обязательно ограждение кладбища, это наличие мусоросборников, это наличие урн, наличие навигации, то есть много-много различных компонентов, которые должны быть соблюдены, чтобы кладбище соответствовало региональному стандарту. Поэтому наша Централизованная ритуальная служба занимается содержанием кладбища на постоянной основе. Это конечно может быть незаметно, но мы стараемся какие-то деньги финансирования заложить именно на какие-то глобальные перемены. Буквально в прошлом году мы отремонтировали входную группу в кладбище Образцово, там небольшая рекреационная зона, парковка, установили новую контейнерную площадку, установили вагончик. То есть стараемся, чтобы люди, которые пришли посетить своих близких комфортно приходили на кладбище. было где поставить машину грубо говоря, было где набрать воды, взять песок, провести какое-то благоустройство мест захоронения. Стараемся соответствовать. Ну а есть какие-то планы скажем по расширению ныне существующих кладбищей или даже по строительству новых, особенно с учетом того, что мы в свете известных событий потеряли уже фактически у Литкина в Свердловском кладбище? Несомненно эта работа ведется, она не только моего управления, по большей степени она связана с работой управления земельных отношений, то есть это приискание новых участков, постановка их на кадастровый учет. Но пока мы стараемся работать с тем, что мы имеем, мы уточняем границы, выносим границы в натуру и приискиваем новые места для захоронения именно законным методом, потому что ничто не стоит на месте при выносе границ в натуру, мы обнаружили, что у нас неправильно кладбище сформировано и мы уточнили их, поставили на учет и соответственно сможем где-то еще захоронить. Но работа это не только моего управления, только нашего отдела, а я думаю всей администрации, потому что это важный вопрос, от этого никуда не уйти. давайте мы от грустной темы перейдем может быть не очень тоже веселой конечно, но по крайней мере уже в начале программы затрагивали вопросы наружной рекламы, будем так говорить, чем в том числе занимается тоже ваше управление. Сейчас предлагаю посмотреть еще один видеосюжет о том, как вы ведете контроль за соблюдением так скажем регионального законодательства, требований к размещению наружной рекламы, потом продолжим беседу на эту тему. Давайте посмотрим. Архитектурный облик Подмосковья на контроле Госадомтехнадзора и местных властей. Его с недавних пор стали портить рекламные вывески в виде бегущей строки. Такие буквы отвлекают водителя от дороги, а внешний вид не вписывается в представление архитекторов о современном облике городов. На установку таких конструкций требуется разрешение администрации муниципалитета. Рейд по выявлению самовольно размещенной рекламы вдоль Щелковского шоссе провели Госадомтехнадзор, полиция и управление потребительского рынка. Новый городок. Внимание инспекторов привлекла реклама на окнах кафе, размещенной при помощи скотча. На первый раз нарушитель отделался предупреждением. 12-й километр Щелковского шоссе. Практический въезд в Щелковский район. Вот такая реклама. Она не соответствует требованиям, утвержденным правительством Московской области и не соответствует единому архитектурному облику. Такая реклама должна быть демонтирована. Госадомтехнадзор вручает уведомления о явке руководителя вот этой автомойки в инспекцию Госадомтехнадзор. Нарушение квалифицировано по статье 6.16 часть 1 кодекса об административных правонарушениях самовольное размещение и использование самовольно размещенных информационных конструкций. Владельцы автосервиса предупредили об ответственности. Объектов, размещенных с нарушением по Щелковскому шоссе в границах нашего муниципалитета набирается порядка 30 на владельцев торговых точек и предприятий сферы услуг. Административный штраф за самовольное размещение вывески начинается от 5 тысяч рублей. Юридические лица несут административное наказание, планка которого берет отсчет с 20 тысяч. Госадомтехнадзор и администрация района не готовы мириться с незаконной рекламой и планируют провести рейды повторно. Ну вот возвращаясь к последним словам, были еще такие рейды, этот репортаж мы снимали в конце января, то есть достаточно долго уже. Да, несомненно, рейды у нас проводятся системно и спасибо Госадомтехнадзору, территориальному отделу, который, как говорится, в содействии с нами именно дает предпринимателям тот указующий путь, куда идти, как двигаться, чтобы бизнес был леганен, законен и реклама была, соответственно, законной. Вместе с тем каждый год у нас определяются территории, по которым необходимо привести вывески и информационное оформление фасадов зданий и сооружений в надлежащий вид. Только в прошлом году мы 8 улиц отработали управлением совместно с территориальным отделом главы архитектуры с ГОСОМ, технадзором и жители, наверное, могут видеть, что рекламное информационное оформление той же улицы Толсинская, того же Пролетарского проспекта постепенно переходит в новый вид. Когда мы начинали эту работу, можно было увидеть какие-то немыслимые растяжки, баннеры, панно, пластиковые, какие-то немыслимые конструкции. Сейчас, да, конечно, по регламенту глав архитектуры Московской области все переводим в световой формат, приятно поехать по городу, мы видим вечером, что вот здесь именно продаются цветы, здесь там ателье, здесь такой магазин, то есть мы видим, это видно, это выгодно, выигрышно смотрится для предпринимателя, и это, так скажем, не ухудшает внешний облик городов. Такая работа ежегодно ведется, и одно из направлений, это вылетные магистрали, большое внимание уделяется именно им, поэтому вот Щелковское шоссе, наша основная вылетная магистраль, это основное наше направление деятельности, ну и Фряновское тоже. Ну и Фряновское, соответственно, продолжающее Щелковское шоссе, и естественно, по этим направлениям наиболее важная работа проводится, там наиболее значимые объекты, потому что там ездят не только жители нашего города, наших поселений, вот по Щелковскому шоссе едут и далее, и далее, и поэтому на уровне правительства Московской области особое внимание, поэтому там наиболее жесткие древние предприниматели, опять же, если, хочется сказать о том, если сейчас предпринимателю необходимо получить то или иное согласование на размещение средств размещения информации, то на портале Государственных и муниципальных услуг Московской области достаточно выбрать наш муниципалитет, заполнить электронное заявление, и это заявление попадает непосредственно в мой отдел, который контролирует размещение наружной рекламы информации, то есть сейчас для удобства именно заявителя все переведено в электронный формат, и данная услуга предоставляется очень удобно для потребителя. Вот если говорить о больших стандартах, так скажем, рекламные счеты обычно 6 на 3, которые на магистралях, вот насколько часто они обновляются, потому что едешь по тому же Щелковскому шоссе, сразу бросается в глаза надпись, реклама прямо в мозг, и потом внизу телефон, это телефон вашего управления, или какого-то подрядчика, который размещает. Это телефон собственника рекламной конструкции, у нас в собственности рекламной конструкции нет, мы предоставили просто место по договору, которые были разыграны в ходе открытого аукциона, и теперь собственники таким образом размещают рекламу. Да, некоторым мне нравится реклама в мозг, но реклама именно должна работать. По большим конструкциям мы ситуацию выровняли полностью, у нас по поручению губернатора незаконный реклама была полностью ликвидирована в районе, то есть мы эту работу провели да долго, да сложно, да с демонтажами, но эта работа была закончена, и фактически мониторинг у нас проводится сместно с главным казенным учреждением Мособлреклама, где-то в среднем раз в три месяца мы объезжаем территорию, в случае выявления новых объектов наружной рекламы информации выдается предписание и дальнейшая работа ведется. Но по большей степени конечно всех интересует размещение вывесок так называемых информационных конструкций на фасадах домов, потому что это непосредственно связано с ведением бизнеса и данная работа вот тоже моим отделом ведется, отделом контроля за рекламу. Ну а вот такой вопрос за содержанием рекламы вы не следите, вы все-таки контролирующий орган. Дело в том, что часто попадаются откровенные неграмотные просто формулировки, в том числе орфографические ошибки. С этим можно как-то бороться? Ну конечно же можно с этим бороться и нужно наверное, потому что вплоть до того, что на горячей линии у нас было обращение, что предприниматель в одном из мест города мороженое слово было указано с двумя н. Ну просто орфографическая ошибка может быть из-за того, что кто-то набивало ту историю в бегущей строке ошибся. Но люди наши видят, наши жители обращают внимание на это. Вместе с тем некоторые конструкции специально могут быть изготовлены с ошибкой, дабы привлечь внимание к своему потребительству. То есть закон о рекламе ни коим образом не говорит о том, что должно быть написано правильно и должно быть написано корректно. Есть реклама должна быть надлежащей и рекламировать те товары, которые разрешены к рекламированию. А в принципе ответственность за размещение надлежащей рекламы исключительно на собственнике. То есть в случае выявления мы предъявляем претензии к собственнику рекламной конструкции, когда он размещает надлежащую рекламу или рекламу тех товаров, которые запрещены. Ну а планируется в дальнейшем развивать современные виды рекламы? Ну я имею ввиду прежде всего электронные щиты, которые у нас на площади Ленина есть и на Пролетарском проспекте в двух местах рядом с Первым Советским и Толстинской улицей. Такие появятся еще конструкции? Ну будем говорить о том, что схема наша отыграна по рекламной конструкции до конца 2019 года и мы не будем до 2019 года я думаю менять сложившуюся ситуацию, но естественно, да, если поездить по другим муниципалитетам, стремительно развивается так называемая цифра и вот видеоэкраны нового образца это то, куда надо двигаться. но здесь стоит говорить о том, что выгодно ли это будет рекламщикам, которые замещают конструкции, тут надо смотреть. Потому что, наверное, цена пользы не считает. На порядок дороже, чем просто даже не пользуется. Цена самой конструкции будет высока и для предпринимателя это значительная сумма. Но я думаю, мы будем переходить от количества все-таки к качеству, потому что если обратить внимание на рекламный рынок, немножечко проседает, конечно, он. Очень много пустых поверхностей без рекламы. Рынок перенасыщен и многие предприниматели не видят необходимости в рекламе своего товара на объект снаружной рекламы. Поэтому потихонечку, потихонечку, наверное, придется нам переходить от количественных показателей к качественным. То есть, пусть это будут небольшие конструкции, которые будут размещаться в пешеходных зонах, но они будут световые, какие-то скроллеры крутящиеся. динамические конструкции, которые будут привлекать, которые будут интересны. И тенденция такая, она прослеживается во всей Московской области. То есть, переход к цифре, переход к интересным конструкциям. Ну что ж, давайте на этой оптимистичной ноте тогда и закончим наш разговор. Большое спасибо вам, Тарас Петрович, за ответы на вопросы. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Напоминаю, что сегодня в программе диалог в гостях был начальник управления потребительского рынка сферы услуг и вопросов рекламы администрации Щелковского муниципального района Тарас Эйсмонт. Смотрите программу «Диалог» каждый вторник на Щелковском. Счастливо!